Ещё пишут пожелание всё-таки рассказать про Едошу, Едоша, Едоша, кто не знает, вот, пожалуйста, я рекламу даю, вот, пожалуйста, Едоша, я просто встречался, господи, фамилия-то, с руководителем, с руководителем Едоши, здесь в Челябинске, у него была большая презентация, я на презентации не был, мы просто обменялись с ними телефонами по поводу взаимодействия, выгодных, скажем так, контактов каких-то, но, как я понял, к сожалению, этих контактов, скорее всего, не будет по одной простой причине, вот, ребята, то есть, что можно сказать, компания, любая компания хороша по-своему, есть свои маркетинговые ходы определенные, какой маркетинговый ход Едоши, первый маркетинговый ход, такой, знаете, глобальный, вот, ответьте на вопрос, кушают ведь все, да, кушают все, то есть, хотим или не хотим, но люди будут тратить на это деньги. Какие деньги? Какие цены продукты? Я все посмотрел, но цены продукты в среднем такие же, как в магазинах, а точнее, даже немножко, может быть, выше, даже не может быть, а выше. То есть, первое, цена, вот, для сравнения, я всегда так вот делю пополам, да, вот, ну, проект, допустим, Едоши, да, и проект, ну, сравним с Рубликой, да. Первое, цены на товары, которые продают, ну, продукты питания, для того, чтобы организовать подобный проект, ну, хотя бы в городе Челябинске, как в данный момент, магазин, который раскручен в Санкт-Петербурге, то есть, он осуществляет поставку с дальнейшим расширением по регионам. Но, но, первое, какая выгода у вас? Вот, ребята, скажи, ответьте на вопрос, в чем выгода? Вы покупаете в Едоши продукты питания. Какие? Консервы? В первую очередь, консервы предлагают вот сейчас, особенно по регионам, консервы, либо же даже продажа идет карточек. Покупаете карточки. Классно, ребята сделали маркетинговый вход суперский. Вы покупаете карточки. Понимаете, карточки, вот эти карточки вы покупаете по 60, по-моему, рублей, да. Покупаете карточки и распространяется, на этом зарабатываете деньги. Дальше что? Вы покупая продукт в Едоши, вы денег не экономите. Вы их не экономите. Вы просто покупаете продукт. Говорят, очень удобная доставка до места. Ну, я вам открою маленький секрет. Вся Европа и Америка продукты питания через интернет не заказывают. Не заказывают. Точно так же, как вот есть такой проект, где предлагают, то есть терминалы, там установка терминалов, то через терминалы вы будете там проплачивать, там все остальное. И вот продают доли терминалов. Ну, бред, полный. Терминалов нет уже практически в Соединенных Штатах. Их нет терминалов. Есть вот автоматы, вот, кстати, это предложение интересное, по автоматам. Автоматы, да. Есть такая компания, кстати, появилась вот по автоматам. Мы, кстати, вот это в качестве семейного бизнеса еще будем рассматривать. Одну секунду. Друзельничка, у меня вебинар еще идет. Мы здесь на месте. Вот. И, то есть, терминалы, не терминалы, а вот эти автоматы по продажам. Вот это еще интересно. Это развитие получает. В той же Японии, допустим, это просто магазины, где стоят все автоматизировано. Но здесь-то, ну, ребята, в чем принцип? Денег вы не экономите. Минус. Здесь вы деньги будете экономить. Продукты питания, да те же консервы, можем завтра запустить в своем интернет-магазине. Сказать, вот продукты питания, пожалуйста, тушетку, сгущенку, там, консервы. Все можем запустить здесь. Но вот у нас цены будут ниже, поверьте мне, в разы. Цены будут в разы, потому что мы этот продукт будем брать от производителя. Больше того, и долю прибыли будем мы 100% делить. То есть, 100% прибыли мы будем делить. Потому что у нас потребительское общество. Да, мы платим здесь 500 рублей. 500 рублей. Но это вы сами увидите. Если вы можете сэкономить здесь 700 рублей, то вы будете платить 500 рублей. Так вы с этого еще зарабатываете. Создавая, раскручивая. Здесь тоже есть маркетинговая система. Там, по-моему, 1% с первого уровня получаете, 2% со второго, там 3% с третьего, 4% с четвертого. И так до 8 уровня было 8% с 6 уровня. Надо толком посмотреть, чтобы знать действительно рынок. Здесь вы получаете у нас 10%. 10% с 10 уровней. 10% с 10 уровней. Вот просто задумайте. Знаете, в свое время вообще принцип сетевого бизнеса любого товарного бизнеса заключается в следующем. Первое. Первое, что необходимо. Задайте себе вопрос. Вот вы выходите в какую-то сетевую компанию. Вот, допустим, сегодня я общался с компанией OrganoGold. Замечательная компания, чудесная компания. Все. Но задаюсь вопросом. Вот если я не буду участвовать в самом бизнесе. Вот в бизнесе OrganoGold я не участвую. Буду ли я покупать кофе OrganoGold? Я себе отвечаю, что нет. Я его не буду покупать. И 90%, если откровенно спросить, они скажут, нет, не будем. Так а зачем вы туда идете? Для чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну вот вам, пожалуйста, финансовая пирамида. Что? Говорят, нет продукта. Что такое продукт? Да продукт вот, зажигалки. Хотите, вот зажигалки пустили, говорят, у нас есть продукт. То есть мы супер-пупер, мы вообще меняем парадигму сетевой бизнеса. Вообще полностью парадигму меняем. Вот это важно. Просто осознать важно. Вот, пожалуйста, продукт зажигалки. Я запускаю его по сети. Я говорю, это супер экологически чистая, вонь там горит и все остальное. Я вам что угодно. Придумаю вам конфетку, оберну ее и скажу, зажигалка эта стоит 200 рублей. Все, на самом деле она стоит там 15 рублей. А я скажу, 200 рублей она стоит. И докажу вам, что я расстрою таких денег. Все, и мы пошли, пошли, пошли. Нет, органоголд это не чушь, это нормальная, хорошая компания. Они все такие. Все сетевые компании, ребята, такие. Принцип именно на этом основа. Так вот мы меняем парадигму. Мы говорим, вот у нас есть перечень огромный, мы действительно берем этот продукт от производителей. А деньги мы зарабатываем, прежде всего, на членских взносах. Задайтесь вопросом, почему? Вот вам задаю вопрос, сколько вы знаете потребительских обществ, и каких назовите мне? Как правило, вы не назовете ни одного потребительского общества, которым вы все знали. Вот мы его создаем. А знаете почему? Потому что, вот я со многими общался, обычно членский взнос сейчас во все потребительские обществы 500 рублей. Как и у нас. Только эти 500 рублей идут на, распределяются среди членов не потребительского общества, а среди учредителей. То есть эти деньги, согласно уставам, идут на нужды потребительского общества. То есть на зарплату членов потребительского общества. У нас 500 рублей, это ваша зарплата за привлечение новых членов потребительского, за то, чтобы вы рассказывали, чтобы вы продвигали. Какую фишку мы еще сделали? Вот сначала раскручивают, то есть компания первая, рублик, то есть проект рублик абсолютно официальный. Можно было и не создавать потребительское общество, поверьте мне. И мы бы так понеслись, мы запустили там много программ, но именно потребительское общество позволяет уходить от налогов не в плохом смысле, а в хорошем. Это деньги, мы же их и получаем, эти сэкономленные деньги. Государство не вмешивается в нашу деятельность внутреннюю, а мы им не требуем от государства ничего. Дальше мы еще продумываем, еще и пенсионную программу запустим. И пришли мы сюда не на один день, не на два дня. Мы вместе с вами, не вместо вас, а вместе с вами хотим создать то, чем вы, вот вы будете гордиться, что вы в этом участвовали, что вы создавали это. И это осознание очень важно. Поэтому сравнивать вот и дошу, допустим, и рублик, и дошу, хорошая паркетика выхода, и все, молодцы, классно, ребята, классную мотивацию запустили. И я ничего против не имею, ради бога. Но то, что мы здесь сделаем, я так скажу, будет круче, чем юноши. Почему? Потому что я вам вот сравнительный анализ показываю, да, плюс и минус, плюс и минус, плюс и минус. Здесь 1%, здесь 10%, здесь 2%, здесь 10%. Здесь вы экономите на покупку, здесь же вы деньги зачастую переплачиваете. Либо же точно такой же товар вы можете купить в магазине. Почему, говорю, в Америке и в Европе это не раньше, у них уже давно менталитет, да и у нас уже давно менталитет. Но не будете вы мясо заказывать через интернет, извините, любая женщина меня поймет. То есть, потому что я сам буду поймать мясо. Что-то надо подойти, но и мужчина тоже понюхать, посмотреть, что это, и так далее, и так далее. Любой-то, особенно продукт, его надо видеть. Не просто на картинке, а вживую. И они приезжают обычно в супермаркеты, у них шопы такие, шоп называется у них. Они едут, один раз в неделю закупают, все-все-все, в багажнике затаривают полностью. Все неделю они в магазин ездят. А вот все остальные товары, они заказывают через интернет. То, что не надо там мерить или что-то такое, заказывают через интернет. Но только не продукты питания. Продукты питания в интернет, ну, ребята, они заказывают. Смысл какой? Чтобы домой доставили тебе, ну, арендовой потребитель, ну, раз, закажет, два, закажет ради бонусов, ну, значит, продавайте карточки. Либо на три, не на три, а, по идее, на пять тысяч рублей заказывайте консервы сегодня. Почему? Потому что в дальние регионы вы ничего не получите. Вот когда магазины откроются, вот когда они откроются, экономическую целесообразность открытия, вы посчитайте. Слышали, наверное, компания Косвей? Слышали? Так вот, то же самое, мотивация на открытие магазинов. Где они? Их нет. А вот мы, вот эти отделы, мы открываем и раскручиваем все больше и больше. Вот это. Вот это мы раскручиваем и будем раскручивать дальше. Но принцип, подход другой у нас. То есть надо сделать так, чтобы наши цены были в разы ниже. Чтобы убрать всех этих посредников. Продолжение следует...